Мы продолжаем свои знакомства с селом Ундра и новое место, куда мы направимся – Ундровское кладбище. Пожалуй, нет такого человека в селе Ундра, который не слышал и не знал бы о местном старце и покровителе земле Ундровской – Блаженном Антоне. Именно к нему на кладбище мы сюда и приехали. Его могила находится в дальнем углу кладбища. Дорога к ней размечена указателями, так что пройти совсем несложно. Но вот быстро найти именно место погребения удается не сразу. Могила покровителя Ундровской земли отмечена совсем обычным деревянным крестом. Родился Блаженный Антоний или в миру Антон Петрович Шувалов в 1870 году. И уже в церкви произошло первое чудесное явление. Когда младенца окунули в купель, вода зарелась золотым светом. Но вернемся к истории самого Антония. Несмотря на то, что его родители были простыми неграмотными людьми, Антон самостоятельно научился читать в 7-летнем возрасте. Взяв стопку церковных книг, он отправлялся в лес, чтобы никто не отвлекал его от чтения. В лесу и снегом он сооружал что-то наподобие храма, расставляя внутри иконки. О святости Антонии заговорили, когда в Ундр и заглянул святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Выйдя на пристань, великий праведник осенил крестным знамением местность и произнес «Счастливое благословенное село, оно прославится по всему земному шару. Человек здесь живет хороший, старец, великий чудотворец». В молодости Антоний пешком ходил по многим святым местам, добирался даже до Иерусалима. После одного из таких путешествий Антоний подарил Ундровской церкви икону Козельщатской Божьей Матери. Антоний с молодости имел дар прозорливости и исцеления. Он легко предсказывал стихийные бедствия, определял болезни, постигшие земляков, лечил их при помощи молитвы. После того, как сгорел его дом, советские власти запретили ему строить новый, и Антоний вырвал себе землянку, которая жила зимой и летом. Тогда власти убрали неудобного старца в тюрьму, но и там он лечил людей. После того, как он помог найти корову, украденную у начальника тюрьмы, его отпустили. За свою жизнь Антоний сделал огромное количество исцелений, и многие его чудеса были собраны в книгу «Раб Божий, старец Антоний Ундровский. Жизнеописание». Умер он в 1942 году и захоронен на местном кладбище. А вот сама могила – это самое почитаемое место в Ундрах. Старец Антоний перед смертью говорил, «Как умру я, приходите на могилу ко мне и просите, что хотите, и, коль желание будет от чистого сердца, обязательно помогу». Тысячи людей со всей страны приходят на могилу старца Антония, просят помощи и получают ее. Приезжают сюда люди не только из Ульяновска, но и из других регионов России. Это не единственное место почитания старца в Ундрах. Одно из них находится прямо во враге, у местного храма. Раньше этот источник назывался Попов Родник. С ним и со старцем Антонием здесь связана одна интересная история. Произошло это событие в середине 20-х годов. Однажды поздно вечером к старцу прибежал перепуганный мужчина с просьбой помочь его дочери. Девушка по имени Просковья возвращалась домой с танцев, но по дороге ей стало плохо, и она начала задыхаться. Старец посоветовал как можно быстрее добежать до Поповского колодца, набрать воды и умыть болезненную. После того, как лицо Просковья омыли святой водой, болезнь мгновенно отступила и боли никогда не беспокоила несчастную девушку. До сих пор на этом источнике люди исцеляются от многих нервных болезней. На другом конце села Ундры есть еще один святой источник, который носит имя самого старца Антония. А это источник старца Антония. Он откопал его своими руками. По рассказам его племянника Никиты Игнатьевича Козлова, Антоний часто совершал прогулки по окрестностям и брал его с собой. В одну из них старец предложил показать Никитушке, а было ему только 8 лет, где же родничок живет, и указал место, где надо копать землю. Мальчик был чрезвычайно удивлен, когда на месте первого же копа в сухом лесу стала собираться чистейшая вода. Со временем родничок был расширен, но выход воды становился довольно небольшим, а количество паломников росло и росло. И только летом 2005 года здесь построили часовню и купель. С этим источником связана целая традиция, когда верующие сначала идут на могилку старца Антония, набирают там земли и травинки, а затем приходят за святой водой к его же источнику. Во время болезни мешочек с землей и травой прикладывается к больному месту, пьет водичку и молится о помощи старцу. И блаженный Антоний помогает, а некоторым является его образ на источнике или во сне, как светлый область искренней веры в Господа. Вот такой рассказ про старца Антония Ундровского у нас получился. Мы прощаемся с уникальным силом Ундры в надежде, что старец Антоний поможет нам в наших непростых делах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok